На самом деле я понимаю, что это очередной глаз вопиющего в пустыне. Но так как 10 октября мы празднуем День психического здоровья, то мне очень хочется как профессионалу с большим стажем сообщить всем, кто захочет посмотреть это видео, что политика тотальных запретов не в состоянии привести общество и человека к психическому здоровью. В нашей стране существует какой-то привычный извращенный взгляд на вещи, о том, что если какая-то проблема нам мешает, то ее нужно просто запретить и забыть о ней. Хотя на самом деле из этого никогда и ничего хорошего не получалось. И более того, мы жили в тоталитарном обществе, построенном на запретах, и нам-то, казалось бы, это должно быть прекрасно известно. Я недавно участвовал в одной передаче, посвященной моде на закись азота, медицинское вещество, веселящий газ его сейчас называют. Так вот, в этой передаче речь шла исключительно о том, как трудно законодательству составить запрет на некое новое вещество, которое появляется в обороте. Если вы считаете, что веселящий газ не нужно запрещать, значит, вы призываете к его разрешению, то есть свободной продаже. Это еще одна наша беда. Мы почему-то умеем мыслить или черное, или белое. Вообще-то в психиатрии, еще раз говорю, это ролик ко дню психического здоровья, что такое мышление считается признаком психического инфантилизма, чего в обычной, повседневной, политической жизни мы почему-то абсолютно не учитываем. Я хочу сказать две вещи по поводу веселящего газа. Во-первых, его не нужно запрещать, поскольку это медицинское вещество, оно лицензировано для медицинской торговли, оно лицензировано только для поставок к медучреждениям. Ну, например, если веселящий газ продают торговцы в клубах, то закон и его представители имеют право прийти в этот клуб и спросить, покажите вашу лицензию на торговлю медицинскими препаратами, и вообще вашу лицензию на то, что вы являетесь медицинской организацией, вот этот вот ночной клуб. Конечно, такой лицензии там не окажется, и этот клуб при желании, ну, например, региональных властей, может быть немедленно закрыт. В законодательстве, которое существует, более чем достаточно запретов, лишь бы они хотя бы каким-то образом реализовывались. Проблема заключается в том, что я считаю, что всякий раз, когда мы запрещаем что-либо, мы одновременно должны предоставлять молодым людям какую-то возможность для реализации. если наша молодежь испытывает потребность в анестезии практически, испытывает потребность в том, чтобы выключить разум и забыться, то это означает, что мы должны своим молодым людям, кроме запретов, я ни в коем случае не возражаю против новых законов. Вся беда в том, что эти новые законы, ну, никак не хотят включать в себя для расширения возможностей. Вот мы запрещаем, все мы запрещаем половину лекарственных веществ с психоактивным действием, постоянно забывая о том, что отравиться, то есть выключить сознание, можно приблизительно с 70% лекарств, которые продаются в любой аптеке. Еще раз, я не против запретов. Но когда мы запрещаем, мы к каждому закону должны прилагать следующий закон, дающий молодым людям возможность использовать свой разум, самореализоваться, просто для того, чтобы им не хотелось забыться. Иначе мы своей системой запретов создаем невероятное напряжение в душе молодого человека, которое и ведет, я очень не люблю этого слова, но тем не менее, и ведет к тому, что мы постоянно изволим называть психической неадекватностью. Для того, чтобы сохранить психическое здоровье, этот принцип должен действовать везде и всю. я ни в коем случае не возражаю против закона о защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию. Вся беда в следующем. Для того, чтобы такой закон принимать, мы должны сначала принять единый закон об информации, которая приносит ребенку пользу. Мы должны сказать, вот, дорогие родители, существует огромный объем информации, приносящей ребенку пользу. Эту информацию можно взять там-то, там-то и там-то. А теперь, когда вы знаете, где взять эту информацию, мы можем спокойно запретить вредоносные сайты в интернете и многое другое тоже. Если мы этого не делаем, то мы на самом деле в результате пытаемся оставить ребенка или подростка, тем более без информации вообще, потому что теоретически, прекрасно знаю психологическую демагогию, ваш покорный слуга может любую информацию показать как вредную или как полезную. Для того, чтобы запретить, например, детям, как сейчас пытаются это сделать, доступ к Wi-Fi линиям в общественных местах, фактически запретить мобильную телефонную связь и мобильный интернет. Сначала в этих общественных местах должно что-то происходить, чтобы ребенку в них было интересно и чтобы ему не нужна была эта самая Wi-Fi связь в общественных местах. А иначе мы снова и снова нарываемся на злоупотребление. У нас в стране никому, я даже не про власть имеющих, я про подавляющее большинство нашего населения. У нас в стране никому невозможно объяснить, что нельзя победить плохое американское кино. По той простой причине, что его смотрят, оно вызывает интерес, оно сделано профессионально. Победить американское кино запретом нельзя. Поскольку, мне кажется, уже всем, даже публикуемой в массовой прессе, анекдотом понятно. Благодаря циферкам, поставленным в углу экрана, дети прекрасно понимают, какое кино им интересно смотреть. Оно начинается с 16+. Победить американское кино и даже зловредные сайты в интернете можно только одним способом, создав свое кино, которое будет смотреть не меньшее количество молодых людей. И, кстати, у Советского Союза это, в общем, прекрасно получалось. Победить вредные сайты в сети можно только создав полезные и интересные при этом. Поскольку современное информационное пространство нельзя сделать стерильным, это невозможно, зачем мы врем самим себе? Такое впечатление, что Роспотребнадзор, Министерство связи и информации или кто-то еще, составляя законы, отменяет законы подростковой психологии. Разве хоть кому-нибудь, хотя бы одному педагогу или человеку с высшим образованием неизвестно, что главная реакция подросткового возраста это реакция протеста. Послушай, что скажет взрослый и сделай наоборот. Так зачем же мы провоцируем целое поколение? Еще раз. Если мы хотим от нации психического здоровья, то существует один единственный выход. Это выход создавать возможности для молодежи в ее самореализации. Я даже себе не представляю, какое количество наркоманов и самоубийц появится на улицах, если грандиозные социальные сети или какой-нибудь YouTube будет бездумно закрыт из-за какого-то полубредового повода. Поскольку это те зоны, в которых молодые люди, да, глупо, да, нелепо, пытаются реализовывать собственный творческий потенциал. И если они это делают глупо, то это значит, что мы, черт возьми, их не научили. Невозможно насильно загнать молодежь в церковь. Невозможно. Ее можно выгнать из церкви, инициируя всевозможные запреты, аресты и посадки. Конечно, слава Богу, уже пресс-секретарь пациента высказался по поводу идиотизма православных призывов к запрещению рук оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в Ростове. Но это же симптом. Мы все время пытаемся запретить то, что нам не нравится. Или то, что для нас слишком громко. Абсолютно не задумываясь о том, что миллионы детей и по всему миру пришли к христианству благодаря этой знаменитой рук опере Эндрю Вебера и Тима Райса. Я про то, что мы, действуя только с помощью запретов, отвращаем и от церкви, и от государства, и от культуры вообще. Я просто врач, который просто достаточно много общается с молодыми людьми. Честное слово, наверное, с начала 90-х годов я не слышал столько разговоров об эмиграции. Такое впечатление, что у поколения до 30 лет есть только одна мысль – уехать из этой страны к чертовой матери. Это мы называем психическим здоровьем? Или мы будем в этот день кокетничать и разговаривать о чем угодно другом? Единственное, что мне хочется, как врачу, мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь, конечно, это будет мизерное количество, посмотрел этот ролик и задумался. Поскольку в конечном итоге все равно, что бы мы ни говорили и ни думали, страну создаем мы. Любой ценой запретить Иисуса Христа суперзвезду? Или мы все-таки когда-нибудь, хотя бы в день психического здоровья, вспомним, что разум человека – это и есть, собственно, сам человек? И начнем думать, прежде чем запрещать все. Меня поразило, между прочим, в передаче, в которой я участвовал, я не стану ее называть, потому что в ее экспертах были взрослые люди. Депутаты Госдумы, члены правительства, они все вместе сетывали над вопросом, сами не заметив, как он звучит. Вопрос этот – чисто русский вопрос. И он звучит так. Как бы нам запретить все? Они имели в виду химические вещества. Но на самом деле, мне кажется, что стоит немножко, только чуть-чуть отпустить, эту тенденцию. И речь пойдет о запрещении абсолютно любых проявлений человеческой души. И тогда получится, что проявлять свой характер, свою душу, свою индивидуальность можно будет только в условиях психбольницы. Вот этого мне больше всего бы не хотелось в день психического здоровья. Все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok